Ребята, всем привет! С вами Александр Jurassic World. Это, кстати, да, мой тоже старый канал. Короче, у меня их много было. Здесь немножко, парочку видео. Короче, иногда я сюда загружаю видео всякие. Вот, думаю, у нас какие-то трейлеры буду сюда тоже сливать, так что можете подписаться. Не помешает. Сюда тоже буду какие-то видосы заливать периодически. А может, короче, потом поговорим еще об этом. Так, у нас есть вот такое вот убежище Jurassic World Live. Появилось новый видосик. Мол, как бы там прям какой-то аналог из Jurassic World Evolution, типа Sanctuary, типа там какие-то убежища для динозавриков. И тут у нас появилась, как бы такая новая активность. Новая активность, где можно там как-то с динозавриками будет больше взаимодействовать. Вот тут типа Брахич, там он как-то можно вызывать. Ну, я зашел в игру, посмотрел буквально, краем глаза, там что-то вроде заповедника, инкубатор, теплицы какой-то. Мы сейчас туда, короче, пойдем, посмотрим. И там уже будут какие-то развлекухи давать этим динозаврам. Не знаю, можно ли это будет как-то снимать. Ну, вот какие-то вот такие вот штуки. Sanctuary, на карте я их вот такого вот я на карте не видел. Оно там в разделе типа Друзья сейчас находится, вот где-то. Ну, вот такие вот какие-то развлекухи можно давать, типа покрышечку там погрызть или козла там. Например, как их там гринписовцы допустили. В общем-то, мы вот здесь вот, где эта у нас штука находится. Вот, вот эта штука. Общие заповедники. То есть у нас уже тут ребята посоздавали заповедники, вы можете размещать существ и заботиться о них в общих с союзниками заповедниках. Ну, союзники, это имеется в виду типа по... Не знаю, то есть их что может каждый создавать. Почему их так много? Нет, это заповедник игрока Александра. Да, 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 то есть могут создавать разные игроки. Они как-то... у них какой-то есть период жизни, очень интересно. Ну, сейчас мы выберем какой-нибудь заповедник интересный и заглянем туда, что да как. Так, ну вот, допустим, заповедник это... Давайте зайдем в этот заповедник. Заповедник определенного игрока. Что у нас по информации? Добро пожаловать в заповедник ГЗД. Заповедник это особое безопасное место, где... Что такое ГЗД? Кормит доисторических существ и заботится о них. ГЗД, ГЗД... Ну, ладно. Ухаживайте за существами и получайте награды. Объединяйтесь с другими членами ГЗД и построите свой заповедник. Повышайте уровень заповедника, чтобы размещать в них больше существ и получать больше ДНК. Действовать надо быстро, заповедники обновляются каждые 14 дней. Интересно. Зажмите кнопку ухода за существом, чтобы увидеть награду. Кнопка ухода за существом... А, ну вот это, я так понимаю, между... А, это в каждом заповеднике еще может быть много вольеров. Так, ну давайте вот, допустим, Рекса вызовем. Так, это у нас... Окей. О, это я, типа, что-то уже может... На карте, кстати, мы когда играем, вот у нас начали выпадать еще дополнительные, как раньше были эти приманилки для динозавров, да, в рюкзак мы складывали. Теперь еще вот всякая такая лабуда складывается. Давайте вот покормим. А, это мы, типа, ух ты. Ам-нам-нам. Это гены, то есть... Давайте поиграем. Вот, плюс я ему 4 гена, как бы, добавил этому человеку. Так интересно, за счет чего? За счет вот этих штук? Или она с меня? Так, а и... Позаботиться. Два гена стоит позаботиться. Ну, типа, приласкать. Ну, как в Jurassic World The Game, типа, там, мышкой поклацать, да? Ну, как-то так. Ну, такая вот штука. Давай, а ну-ка, тебя. Ну, это прикольно, вот, вот, что их... А тут их можно вертеть. Да, ну, вы что, серьезно? Давайте покормим. Ну, вот анимации, как они едят, конечно, не хватает. Ну, можно их, по крайней мере, рассмотреть. Сброс через 13 дней. Ну, то есть, все правильно. Она сказала, 14 дней действует заповедник. А что это тогда за время, вот это вот, которое тут светится? Куда ты там выходишь? Заповедник. Вот это что за время? Закрытие через 14 минут. Что это тогда значит? Ну, пока что непонятно для меня. А как создать свой заповедник? Так. Кто-то мне там в друзья просится. Давайте. Идите ко мне, мои друзья. То есть, я уже в альянсе Jurassic World. Сейчас покажу, короче. Ну. Принялся. Вот, Druskordelive Rus. Я сейчас тут нахожусь уже не в японском. Не в японском этом. Так, что я тут? Мне тут кто-то что насыпал? Ух ты, е-мое. Я кого просил? Я тут просил... Странно почему-то. Где моя просьба? Где мой запрос? Мой запрос был на... На редких этих. Блин, а тут с сообщениями она теперь перекрывает. Е-мое, неудобно-то как-то стало. Это было миллион лет назад. Где мой запрос? А, ну вот, я только что видел мой запрос. Ну где же он? Та вы что, серьезно? Это же... Полжизни листать. Ну, короче, что-то его сейчас глючит. Он меня куда-то сбрасывает. Десять дней назад, девять дней назад, шесть дней назад. Вот. Вот это я хотел собрать, е-мое. Надеюсь, оно собралось. Короче, ладно, не будем там разглагольться. Давайте, смотри, что у нас еще тут. Гибриды у тебя новые, как на суске, добавились? Добавились гибриды. Вот они, ребятки. Так, это мы знаем. Вот новый гибрид. Ну, тыкайся. Так, ух ты, ё, это уникальный гибрид. Аргентин с Максима. Аргентин с Максима. Или Аргентин с Максима. Точно, Аргентин с Максима. Вот это у нас типа а-ля Аргентин с Аргентозавр. Из него делается... То есть, ну, в принципе, этих ребят мы можем прокачать. Ну, тут довольно далеко. Давайте посмотрим, может, ближе к кому-то. Так, а тебя я могу создать. Мне, по-моему, как раз сюда и нужны были вот эти вот, да. Дракорексы, шмакорексы. Стигидарекс. Ну, сейчас мы, по идее, его создадим, ребят, эти Стигидареса. А-а-а, блин, ну не хватило чуть-чуть. Блин. Задолбишь их собирать. Давайте смотреть. Следующий гибрид. Ну, похоже на этого Гуань-Луня. Так, Кецарион. А у меня Кэт, а Кэтель. А, это... А, это Птерокецель. Ничего себе. Так, мне нужен 15-го левела. Кто? Вот этого парня. Давайте его создадим, по крайней мере. У нас будет, будет такой, наверное, один бой. Ой, может, парочка боевых, такое обзорное видео будет. Тут надо потом подтыкать. У меня довольно много этих очков. Они по 500 баксов продаются сейчас. По-моему, они подорожали. Было дешевле как-то. Хотя, кто его знает. Я в прошлый раз 8 тысяч баксов потратил. Сейчас у меня 3000 баксов. Так, ну вот. Кэтеля у меня хватило Гену. Ну, опять сейчас. Сколько... Какой расход будет? Расход будет довольно большой, я думаю. А, ну 200. Ну, 200 неплохо, в принципе. О, кстати, птернадоны пригодятся. Плато я их уже особо даже не ловлю. Думаю, нафиг они мне не надо. А, оказывается, надо. Короче, ну, этого парня легендарный. Он будет 16-го уровня. Его еще... О, его еще потом нужно много будет качать. Ну, ладно. Идем дальше. Вот этот прикольный, да? Ну, по идее, прикольный. Интересно. С хвостом таким. Смешно как-то выглядит. Выглядит смешно. Смелоцефалозавр. Ну да, вот. Фалфалозавр, это, конечно, про хвост. Смелодон плюс... Пахик. Так, 15-го там надо было. Не говорите, что 20-го. Ну, да. Да, то есть можно уже как бы начинать создавать. По 50, в принципе. Да, сможем создать. Ну, это будет, короче, в ближайших сериях тогда. Ну, давайте идти дальше. Этого смотрели. Вау, это диплокаулус какой-то, да? Будет очередной. Да, диплокаулус и конквенатор. Ну, давайте будем подготавливать потихоньку наших... Этих у меня много. Я сейчас тоже многих довольно пропускаю уже. Ну, я так понимаю, что в этой игре не будет ни одного динозавра, у которого нет гибрида. Так что ловить нужно всех. И в большом количестве. Денег у нас пока нормально. То есть можем позволить себе такую... Роскошь. Шалко, что на эмуляторе... Ну, точнее, на моем даже телефоне не работает. Это additional reality. А, или как-то... Augmented reality. Дополнительная реальность. Так, ну и этого тоже нужно создавать. Этих ребят я вообще точно пропускал мимо. Вот в них я и упрусь, блин. Вот их валялись они, что я их проходил мимо постоянно. Ну, так, потратим сейчас полмиллиона, наверное. Так, ну вот и диплави... Диплавиентара тоже уже можно создавать. Ну, на него еще, думаю, хватит. Да. А там будет видно, как бы, насколько он хорош. Стоит ли его качать или не стоит. Так. Ну, эти мы знаем. Давайте проверим, что у меня здесь по ним. Early Caspix. Ну, тут 20 уровень нужен. Блин, мне этих не хватает. Черт, пусть вы. Так, а ты, парень, какого у меня уровня? Ну, тут 18 уровня. Давайте его на 19 качнем. А, вот этих ребят, да, они, кстати, на них есть акция. Сейчас хорошо можно наловить. Наловите, в принципе, попросить можно. У кого, короче, они просто так валяются. Да, 30 тысяч за эволюцию, ешкин кот. Так, ну, это все для Early Caspix, которого, в принципе... Да, надо на листочек себе выписать. Короче, кого мне не хватает, чтобы я их не проходил мимо, случайно. Так, Gemini Titan, что там у тебя? Нужен вот этот, да? Ну, здесь тоже... А, Рамбургериана. Ну, тоже, в принципе, хватит, я думаю, у меня. 200... Да, хватит, хватит создать это дело. В принципе, короче, многих я уже могу создать. Практически всех. Так, Карно Таркус. Это Урхозавр. Это ж Урхич. Урхозавр. Интересно, как было создано его название? Карно Таркус. Почему? Откуда вот это Таркус? То есть, Урхозавр. Урхозавр, Вуэрхозавр. Урхозавр, это синонимы, как бы, а откуда Карно Таркус? Что это еще такое? Непонятно. Так, этого 15-го левела. Так, ну, я тоже, думаю, смогу создать. Клеточек должно хватить. Опять же, я тоже Пурусавров этих особо так мимо прохожу. Карнотавров тоже прохожу мимо. Мне туда их понасыпало много. Так, ладно. А по Урхичу, давайте проверим, что у меня там. Ну, Урхича можно... Ага, у меня. Да, не, 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 должно быть с запасом. Вот уж я испугался, 350 было написано. Ну, короче, гибридов будем создавать много. Ух, чуть не перестарался. Блин, опять, опять вышел. Чего я выхожу постоянно? Так, и вот еще утконосый какой-то парень. Джунгарип... Джунгея, да, Мирагея, плюс вот этот парень. Так, Мирагея мне, по-моему, немножко насыпало. Хватит ли мне? Не, не хватит. То есть, с обычными... А, у меня, 17 тысяч насыпало, неплохо. Как говорится, главное... Каждый день собирать лимиты, чтобы были деньги. И не проходить мимо никаких сражений. То есть, на сражениях там вот, как я хортаку, такую вот лабуду редкую, которую просто задолбешься ловить за гены. Их просто слишком много нужно наловить. Проще ждать, пока ты их выиграешь. Ну, как было с филоцераптором, но их нереально наловить было просто. А сейчас у меня их, хоть попой же у этих филоцерапторов, они мне не нужны уже. Так, и вот этот парень. Ну, те же, когда они только появились, я их поналавливал по несколько тысяч. И, в принципе, забросил их, тоже не ловлю. Ну, вот, наверное, придется кого-нибудь подлавливать. Так, ну, мы не так уж много потратили, сто с копеками тысяч пока что. Так, ну, и вот, да, здесь я уже могу, можно создать и джунгею. Ну, такое, что-то очень странное. Буди вот пекер, блин, она напоминает какой-то, это вот, гончую из обители зла без кожи, такие худая, какие-то, вон, ребра светятся, джунгея. Ну, очень странное существо, не знаю, кто его придумал. Еще бы крылья нарисовали, дракон бы получился, кстати. Динозавр плюс птерозавр, получается дракон. Правда, этик? Хорошо. Так, ну, этого просто долго создавать. Ну, в общем-то, вы поняли, тут какая у нас ситуация. Какая у нас ситуация, так. А, не хватило, блин. Ищу, ищу, не хватило нам создать, короче, его. Кого мы можем создать? Давайте посмотрим, кого-нибудь, может, создадим таким. Вот этого парня можем создать. Давайте создадим дипловентора. Как раз и пойдем им посражаемся. Так, ну, погнали. Вот такое существо. Ну, выглядит неплохо. Не диплататор, конечно, но, тем не менее, мне нравится. Такая оригинальная раскраска, вот этот гребешок ему идет. И такой грозно выглядит, короче. Так, он 16-й левел. Давайте смотреть. 110, 614 на 2300. Так, как у Кайнозоев, удар снайперский, да, снимает с цели щиты, маскировку и уклонение. Наносит, ну, короче, 100% попадание. Минус 90 на первый ход, но без урона. То есть, получается, полтора урона, вот это прикольно. Так, без таймаута, перезарядочка просто есть. Еще есть минус 50 с задержечкой. Двойной урон, ух ты, интересный. И точная разрушительная контр-атака. Пассивное умение разрушать щит, наносит одинарный урон, игнорируя броню, способность уклонивого уточа. Прикольное существо. Дипловентр считается самой агрессивной амфибией в мире южского периода. Этот гибрид нередко использует свою силу, чтобы захватить норы других амфибий. Так, он у нас легендарный. У нас есть такая вот чисто легендарная амфибия. Есть много типа там горгазухов и магнипериторов и прочие лабуды. Так, ну давайте будем сейчас смотреть. Давайте, давайте, давайте. Так. А, ну вот магниперитор. Но он, в принципе, нам сейчас не понадобится. Давайте. 16. Пойдем этим всяким. Давайте амфибий всех возьмем. Магниперитор, это просто слишком круто. Блин. Ну вот как-то так пойдем. Тут даже Димитр Дончик есть у меня 20-й. Но это слишком высокий уровень для наших задач. Вот этот парень есть. И вот наш гибрид. Ну вот так вот как-то. Идем на карту. Карта тоже немножко обновилась. Как-то цвета поменялись. Что-то позеленело как-то. Так, и вот такие вот у нас фейерверки, да. А-ля праздники, все дела. И все. По-моему, боев сегодня не было. Только какие-то были обычные. И вот это за усиление. Вот сюда мы сейчас и пойдем. У нас есть две попытки. 16, 17, 18. Кстати, кровотечение. Он быстро? Нет, не быстро. 112. Диплотатор 127. И постиметродон 124. 110, 115, 117 и 125. Ну, может за счет легендарности как-то затащим. Ну, вот с него и начнем. Проверим. Так, ну оно здоровое. У него гаденыша иммунитет. Но это нам как бы не страшно. Мы просто будем его нейтрализировать. Гаденыша иммунализации у нас нет. Это контратака была такая неплохая. И сама атака. Так, а что он сейчас будет делать? Полтора, вовход 600. А, он решил подмениться. У нас иммунитета, кстати, нет. А кровотечение он нам дал. Давайте-ка мы подменимся на кулазуха. Ну, сколозавр кулазух. Нейтрализация. Ну, это не то, что нам надо. У него есть обнуляющая защита тоже. Кровотечение, блин, нам опять прилетело. Давайте его пробьем и свалим. Неплохо он нас так подпортил. А, кровотечение закончилось. Так, появился диплотатор. Он нас, походу, сейчас и пробьет. Так, мои ребята помедленнее будут. Но, по крайней мере, у него нет иммунитета. Больно было. Так, ну, снизили ему, по крайней мере, урон. Это что у нас? Снятие положительных эффектов. Ну, лучше его так добьем уже. Блин, даже моё это снижение на него не сработало. Это нехорошо. Это несерьезно. Блин, он выживает. Это капец. И у этого у нас ещё отвлечение нам сделал. А, ну, была хоть контратака. Блин, и он всё равно 8 хелсов своих осталось у него. Ну, что ты будешь делать? И кого я проатаковал? Вот это неправильно. Атака должна переноситься на это существо. А теперь по симметродону остался... Типа красавчика. А, и он меня убивает. Ну, у нас тут была вроде попытка, да? Давайте сейчас. Чё-то пошло не так. Ну, команда несбалансированная. То есть я взял, кого попало наугад. Такой командой я, естественно, никогда не сражался. Для подстраховки. Так, а может, кого-то мы изменим? Кто у нас тут ещё есть из амфибии подобных существ? Ну, горгазуха для разнообразия давайте. О, да. Ну, теперь мы, конечно, не проиграем, но тем не менее. Зухомимчик, конечно, портит картинку. Портит. Ну, у нас есть магниперитор, на всякий случай. У тебя что? 110. Ну, ладно, начнём мы опять с него. И у него есть иммунитет. Это печально. Ну, после потери скулозаврика мы будем... Мы будем меняться... Ну, добьёт, конечно. Это неприятно. Согласен. О, горгазуха, у него, по крайней мере, скорость есть. Давай, не упади лицом в грязь. Такая челюха мощная у него. Это было больно. Да! Блин, горгазуха... Атака у него мощная. Он уровня всего лишь 15-го. Послабее, чем те, что у меня были. Но он не... Он маслает хорошо. Ну, сейчас мы его потеряем, конечно. Но он хорошо держался. Давай, очистим это существо. Чего бы он не борзел. Ну, жизни не так уж много. Ну, вот и всё. Вот такие вот, короче, вот у нас были дела, ребятки. Так что подписывайтесь. Не забывайте подписываться на канал Jurassic World Ru. И, в общем-то, и на этот канал, если вы не подписаны. С вами был Александр, LinkGame. До скорых встреч.